Светлая память Старца Архимандрита Иоанна Крестьянкина Скорбные известия о кончине духовника Псково-Печерской обители Дорогого и любимого старца Иоанна За считанные часы облетела всю Россию Болью отдаваясь в каждом сердце Как истинный пастырь добрый Отец Иоанн все силы своей души и любовь своего сердца Отдавал святому делу души попечения В последние годы жизни из-за возраста и болезней Он не имел возможности принимать всех жаждущих его совета Однако письма из разных концов света Приходили сотнями и тысячами И всякий, кто встречался с ним Говорил или писал отцу Иоанну И открывал ему свою душу Становился еще одним из его многочисленных духовных чад Пятого февраля 2006 года На девяносто шестом году жизни Причастившись в святых христовых тайн Старец Иоанн мирно отошел ко Господу Божия новопредставленного старца Архимандрита Иоанна Я не запросите ему всякого пререшению Вольному же и невольному 7 февраля совершилось отпевание Архимандрита Иоанна Кристианкина В 9 часов утра началась заупокойная литургия В Сретенском храме Псково-Печерского монастыря Людей было так много, что даже те, кто не попал в храм Стояли у открытых его окон и дверей Не обращая внимания на 30-ти градусный мороз Не скрывая слез и горьких воздыханий Все молились как бы едиными устами Об упокоении в селениях праведных Дорогого и любимого батюшки-старца Иоанна Ставшего для тысячи тысяч людей Поистине самым близким и дорогим человеком Духовным наставником, отцом, молитвенником В субботу он, как обычно, причастился к святых Христовых Желтарящих Таев А вечером в его келье была прочитана служба Наученикам и исповедникам российским Старец был слаб Но очень внимательно слушал канон Посвященный новомученикам и исповедникам Многих известных его лично А наутро, причастившись к святых Животворящих Таин Христовых Тихо и незаметно для служивших Его немощи, отошел ко Господу Еще задолго до этого 25 июня 2005 года Батюшка продиктовал свое духовное завещание Вот оно Дорогие мои, родные и близкие К закату преклонился день моей жизни И я уже дважды получил о том извещение В первый раз 10 лет тому назад Но чьи-то молитвы преклонили Господа На милость И продлили мое пребывание Земной юдовик А вот 2 декабря 2004 года Я зримо увидел, что уже переплыл реку моей жизни И стою в преддверии вечности И как благодарность Богу И Святой Матери Церкви А главное за свидетельство о том, что промысел Божий ведет нас По жизненному пути Оставляю краткие записи Как зерцало, отражающее эту очевидную истину Мои разрозненные эпизодические повествования Записывались с 1981 года И это не были рассказы обо мне Но иллюстрации некоторых жизненных ситуаций Теперь же, когда это лоскутное одеяло сложилось И я перелистал страницы своей жизни Возвращаясь в прошлое Я сам умилился, узрев богатство милости Божией ко мне Убогому и грешному человеку И на пороге новой жизни Той жизни, которая вызрела на земных пажетях Стою я с замиранием сердца В ожидании встречи с Господом моим Встречи, к которой стремилась душа моя всю жизнь А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне Оставляю эти записи о жизни в Боге И в проверенное самой моей жизнью завещание Дорогие мои, чадца Божия Верьте Богу, доверяйтесь Ему Всегда благое о нас воле Приимите все в жизни и радость, и безотрадность, и благоденствие И злоденствие, как милость и истину путей Господних И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха Только Он лишает нас Божие благоволение И отдает во власть вражьего произвола и тирании Любите Бога Любите любовь и друг друга до самоотвержения Знает Господь, как спасать любящих Его Архимандрит Иоанн 25 июня 2005 года Ревностно служа Церкви Христовой Архимандрит Иоанн Кристианкин предстоял в молитве за народ Божий Перед престолом Господа Гвоздевая чистые руки без гнева и сомнения Батюшка по заповеди Спасителя Возлюбил ближнего, как самого себя Старец не слухом, а сердцем услышал и принял повеление Божие Пророку Исаии Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш Вся жизнь отца Иоанна Это горение в вере, служении Богу, Церкви и людям С утра в храме на молитве у престола Или у креста и Евангелия на исповеди Затем шествие в келью В окружении толпы чающее утешение Монашеская келья не стала для отца Иоанна местом уединения Долгими часами встречи с людьми С каждым батюшка разговаривал, утешал, наставлял Со всяким долготерпением и назиданием Так и за дня в день многие десятилетия Своим ревностным служением отец Иоанн являл подвиг исповедничества На этой фотографии виден дом в два оконца, где жила семья Крестьянкиных 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Иларионовны Крестьянкиных Родился восьмой ребенок Мальчика назвали Иоанном В честь празднуемого в этот день преподобного Иоанна Пустынника Крестили младенца в храме Ильи Пророка на песках Рано семья осталась без кормильца Когда Ване было два года, отец его умер С малых лет Ваня прислуживал в храме Был послушником у известного своей монашеской строгостью Орловского архиепископа Серафима Остраумова После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы И переехав в Москву, работал по этой специальности Орловская старица Вера Александровна Логинова Благословила его на жизнь в Москве Пророчески предвидя будущее пастырское служение И монашеское делание отца Иоанна 14 января 1945 года в храме на Ваганькове Митрополит Николай Иерушевич Посвятил Ивана Крестьянкина в Сан-Диаконо На праздник Иерусалимской иконы Божьей Матери 25 октября того же года Патриархом Алексеем Первым Диакон Иоанн был рукоположен Сан-Священника в Измайловском Христорождественском храме в Москве Где и остался служить Не оставляя свое пастырское призвание Продолжая служить Богу и людям Отец Иоанн сдал экстерном экзамене в семинарию И поступил в Московскую Духовную Академию Где написал кандидатскую работу В своем служении и в своей проповеди Он призывал всех к твердой вере И любви к нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу Это была его основа жизни Любой к Богу и людям Утверждал в вере Полагаться на волю Божию Терпеть в этом мире Все ради Христа Призывал братьев к послушанию А всех православных христиан К вере и благочестию Жизнь нашего дорогого батюшки, отца Архимрита Иоанна Была отдана всецело Господу, церкви, нашей вере И нашему православному народу И сегодня мы окружаем его гроб Чтобы проститься с ним в этой земной жизни И попросить Господа, чтобы он удостоил его радости Со святыми Которую он всегда призывал в своем слове и в своих поздравлениях В связи с кончиной Отца Архимрита Иоанна Кристианкина Святейший Патриарх наш Московский Евсея Руси Алексий Прислал свое соболезнование Весть о кончине Старейшего насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Горячо любимого и почитаемого старца Архимрита Иоанна Кристианкина Болью отозвалось в моем сердце Вознося молитвы ко Господу О упокойнии его души В селениях небесных Выражаю искренне соболезнование вам, дорогой владыка Отцу-наместнику Братья и монастыря Родным, близким и всем Многочисленным духовным чадом Покойного, дорогого батюшки В праздник соборного мучеников и исповедников российских Пастырь и начальник Христос Господь Призвал к себе верного и усердного служителя Через всю свою продолжительную и нелегкую жизнь Пронесшего неугасшим огонь веры Христовой Сохранившим целым и невредимым Даже до последнего своего издыхания Залог церкви Преподанный ему более шести десятилетий тому назад В Таинстве Священства Он, как и многие его современники Немало пострадал за святую церковь И воистину стал живым Свидетелем обетования Христова Созиздут церковь мою И врата адова не одолеют ее Достатворил Господь Новопредставленному Отцу Иоанну Вечную память С любовью во Христе